друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки ну что ж очередная неделя следим за долларом и то как сегодня рынки открылись это явно динамика и тенденции очень сильно поднимающие настроение тем трейдерам которые продают доллар друзья индекс американской валюты продолжает снижаться и в моменте котируется на отметке 92 28 причем локальный минимум уже был зафиксирован на отметке 92 12 напомню что цель наша уже долгое время остается на планке 92 пункта хотя благодаря риторики джерома паула и в принципе осознание того как американский регулятор будет действовать дальше в отношении инфляции и процентных ставок и все это позволяет нам предположить что индекс американской валюты фактически обречено еще большее снижение я в пятницу записал ролик по перспективам доллара он уже на нашем канале а а маркет на ютюбе друзья те кто еще его не видел посмотрите мне очень интересно ваша точка зрения то что вы думаете по перспективам доллара хочу обсудить ситуацию и прийти по возможности какому-то общему пониманию свою точку зрения я там собственно уже изложил на этой неделе два важных события это но фарм пэрлс которые традиционно будут опубликованы в пятницу отчет по состоянию американского рынка труда сейчас чем больше статистики мы будем получать по американской экономике и чем хуже она будет выходить тем больше будет оснований у нас все таки также ставить на снижение американской валюты также друзья на этой неделе трейдеры будут следить за ситуацией вокруг брекзита очень тревожные слухи от потенциальной отставки пример министра англии собственно эти слухи также поддерживают идею того что в ближайшие недели переговоры по брекзиту на могут значительно ускориться ангела меркель также в пятницу сообщила о том что вот эти две недели буквально сегодняшнего понедельника будут решающими и в данный момент стороны близки к тому чтобы если англия прийти к какому-то компромиссу и все-таки решить вот этот вопрос который уже стал как бы на злобу дне друзья что касается доллара на данный момент повторюсь что индекса доллара котируется на уровне 92 27 до 8 джером пау признал то что он больше не ориентируется регулятор безусловно на целевое значение по инфляции в два процента была изменена концепция подходу к инфляции собственно на теперь американский регулятор исходит из политики таргетирования индексов потребительских цен то есть такая политика допускает что прежний целевой ориентир может быть легко превышен и регулятор будет в нормальных условиях работать с более высокой инфляции чем два процента по моему опять же субъективному мнению я думаю что те меры экономического стимулирования которых мы говорили уже триллион раз колоссальная ликвидность объемы ее ожидание еще больше ликвидности которые поступят на рынок для борьбы с последствиями пандемии до конца этого года на рынок безусловно американской экономики все это будет провоцировать рост инфляции поэтому скорее всего в двадцать первом году на американская экономика будет работать с индексом потребительских цен в два с половиной процента или даже выше соответственно высокие значения индекса потребительских цен и сам факт того что теперь фрс таргетирует инфляцию не будет вмешиваться в плане коррекции текущей монетарной политики процентных ставок для того чтобы сбить и высокие значения индекса потребительских цен позволяет нам предположить друзья что мы можем легко ставить на дальнейшее снижение доходности американских облигаций соответственно делать акцент на неизбежно еще больше распродажа доллара очень мне интересно друзья если у вас есть точка зрения которая будет как бы оппонирующие моей то есть с контраргументами если вы считаете что при снижении доходности американских облигаций доллар может вырасти пожалуйста сделайте комментарии я думаю что не мне одному будет интересно послушать какой позиции придерживаетесь вы особенно если друзья среди вас есть те кто считает что американская валюта почему-то по-прежнему является дорогой надежной защитной несмотря на то что она снижается уже несколько месяцев подряд следующее заседание федрезерва пройдет 15 16 сентября вот там будет интересно уже посмотреть на обновленные параметры денежно-кредитной политики уже с коррекцией на то что изменен подход к целевым значениям по инфляции что касается важного одного релиза который вышел в пятницу по американской экономике это личные доходы они выросли на 1 и 9 процента при этом прогноз был на отметке полтора процента вот в комментариях я помню мне писали что этот отчет подтверждает то что американская экономика остается на плаву за счет того что собственно растут доходы эти доходы позволяют рассчитывать на более высокие показатели экономической активности американских домохозяйств ничего подобного друзья не забывайте что личные доходы которые мы анализировали в пятницу это отчет который позволяет нам оценить объективную картину не в августе а в июле а в июле еще действовали так называемые программы выплаты повышенных пособий по безработице в этом месяце в августе эти программы не действует конгресс сейчас пытается согласовать новые пакеты стимулов но весь месяц домохозяйства безработные были без повышенных пособий поэтому очень будет интересно посмотреть на августовские значения личных доходов и личных расходов я думаю что статистика шокирует и на основании грядущих слабых данных у доллара будет еще больше причин для оснижения золото логично растет 1970 надеюсь то что вы воспользовались такими низкими котировками как были на прошлой неделе зашли в длинные позиции дальше будет 2000 и выше европейская валюта 1.19 уровень уже является нормальным сегодня локальный максимум находились даже повыше я ставлю друзья на движение евро доллар в район отметки 1.20 и 1.2050 даже в зависимости от того как активно будем идти к этим уровнем возможно целевые ориентиры даже пересмотрим фунт против доллара я пока что им не торгую но тех кто длинных позициях допускают что 1.35 при такой динамике мы сможем увидеть особенно если будут снова позитивные новости по brexit s&p 3 520 здесь мы цель также сделали я пока что в индекс s&p не рекомендую более заходить попробуйте поторговать доу джонсом который сейчас котируется на отметке 28 тысяч 750 пунктов здесь цель 30000 как догоняющий инструмент американского фондового рынка который еще не вышел на локальные максимумы начало этого года но он обязательно сделает это bitcoin потихоньку наращивать длинную позицию 11 670 на фоне ослабления доллара рост инфляционных ожиданий в мировой экономике и осознание того что регуляторы скорее всего сохранят мягкую монетарную политику bitcoin сможет еще проявить все свои качества инструмента который в принципе может стать неплохой страховкой от обесценивания традиционных денег что касается рынка черного золота 46 08 я также нефть пока не торгую вроде бы как переварили новостной фон факт стихийного бедствия мексиканском заливе от урагана лавра пощадил этот ураган нефтяную инфраструктуру в сша и уж точно не стал а по масштабам бедствия ураганом катрины но собственно котировки остаются на высоких значениях опять же это может быть следствие того что сейчас в принципе начался сезон тропических штормов и рынок нефти будет уязвим от повторных инцидентов с тем что какой-то шторм станет ураганом и снова опять же приведет к точно таким же перебоем потенциальным закрытию нефтеперерабатывающих заводов и буровых станций в собственно сша что касается еще одного отчета это количество буровых нефтяных платформ сократилось их число с 183 до 180 друзья это также можно воспринимать в качестве бычьего сигнала то не думаю что от этого нужно строить какую-то долгосрочную позицию рынок нефти по-прежнему очень сильно перекуплен я честно говоря побаиваю сейчас заходить него потому что понимаю что коррекция может быть значительной но судя по тому фону который сейчас все-таки трейдеры закладывают в принятие своих торговых решений у нефти есть потенциал уйти еще выше на этом все друзья не забывайте что сегодня в 17.00 по московскому времени пройдет вебинар правильный понедельник там мы поговорим об основных тенденциях рынка форекс и не только все пока